Продолжение следует... 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 видно, что вы готовы к разговору. Давайте я начну представлять наших гостей, которые представляют федеральные информационные агентства, службы, издательства. И давайте начнем с Евгения Серкина. Это наш земляк, кстати, который долгое время тут работал. И он руководитель МАК-Медиа. Правильно? Дальше. Разрешите представить Анастасию Лобода. Это зам руководителя издательского дома Коммерсант. Ну, все слышали про издательский дом Коммерсант? Возможно, читали, смотрели. Знаете, да, Коммерсант? Так, дальше. Ну, я по порядку пойду. Это Туяра Кычкина, наш организатор из школы глобального бизнеса, который занимается организацией всей учебной программы Медиа Акселератора. Дальше у нас Евгений Клещ. Это с организацией «Ано диалог», который, как я понял, занимается прокачкой всех региональных СМИ России. Мы были у них в Москве, и это была очень самая интересная и насыщенная лекция, которую мы вот прослушали, да, там вообще мозг они выносят капитально. Следующая, это его коллега Нарине Хачиян с телеканала 360. Это ментор команды НВК Саха. И следующий ментор Даленида Агафонов, информационное агентство и Страша. Правильно, да? Дальневосточное. И сейчас я предоставлю слово Туяре, чтобы она дальше модерировала. Мне разрешите откланяться и всем вам передать привет от нашего министра Анатолия Семенова, лидера и инициатора вот этого проекта, Медиа Акселератор. И приглашаю вас к продуктивному разговору. У нас есть час времени, возможно, полтора. Мы долго вас не будем занимать. Спасибо. Спасибо, Афанасий, за представление. Коллеги, у нас сегодня есть, как уже сказала Афанасий, уникальная возможность. Перед вами сидят, наверное, топовые эксперты в digital трансформации, в новых медиа. Если у вас есть какие-либо вопросы уже сейчас по тому, куда двигаться, куда развиваться, какие новые медиа использовать, может, вы расскажете, чем вы занимаетесь. Кто-то занимается блогингом. Может, вы поднимете руки. Нет, вы журналисты? 50 на 50? Давайте, если у вас есть какие-то вопросы к одним из спикеров, можете задавать по новым медиа, по тому, куда развиваться, куда идти? Можно, да? Да. Я буду переводить. Давайте я отвечу на второй вопрос, потом мы вернемся к первому вопросу. Что касается второго вопроса, любые инициативы всегда приветствуются. Всегда нужно выходить на связь с диалогом, тем более, мне кажется, студенческая пора, самая прекрасная. Поэтому, смотрите, можете после лекции подойди ко мне, я вам дам свой номер телефона, и вы пришлете мне ваше предложение, мы его обязательно обсудим. А что касается первого вопроса, может, кто-то захочет ответить? Спасибо большое за ваш вопрос. На самом деле, очень правильные вещи вы поднимаете относительно того, чтобы у нас все больше проектов возникало, которые сберегали бы национальные культуры, сберегали бы языки и, собственно, как бы создавали бы возможность этим языкам, на этих языках, во-первых, разговаривать больше, и этим языкам жить и развиваться. И мы как бы здесь с вами прекрасно понимаем, что якутский язык, да, при всем уважении, он находится в достаточно благоприятной зоне. У нас в Российской Арктике есть языки, которые, к сожалению, сейчас умирают, да, такой язык не один, да, и как раз вот эти языки требуют максимального внимания сейчас. Вот, и с этой точки зрения, как раз очень хотелось бы отметить, что вот один из таких ярких примеров, допустим, по ивенкийскому языку, я имею в виду приложение Аян, он родился и развивается здесь, в Якутске, очень креативная команда им занимается. Буквально в прошлую пятницу, позапрошлую пятницу они приезжали в Санкт-Петербург и на семинарии по вопросам коренных малочисленных народов Севера они презентовали этот проект и группу проектов вокруг него. Поэтому из этого можно сделать вывод, что подобные инициативы, они могут запускаться, они могут реализовываться, они находят поддержку. Поэтому очень здорово, что вы именно на базе университета это реализовываете. Я уверен, что по мере того, как ваш проект будет структурироваться, в нем появятся, собственно, какие-то принципы информирования, каналы, тем более, что каналы на самом деле сейчас доступны, это и социальные сети, и сайт на самом деле несложно сейчас делать. И самое главное, что со всеми республиканскими СМИ, вот как сейчас мы взаимодействуем, вы к каждому можете прийти и сделать проект вместе с этим СМИ, потому что та плоскость, о которой вы говорите, она чрезвычайно важна. Более того, хотел бы обратить внимание на один проект, который реализуется сейчас на федеральном уровне, называется он «Дети Арктики», детиарктики.рф. Если вы зайдете, посмотрите, там как раз по языкам малых народов, по исчезающим языкам в том числе сделаны видеоролики, сделаны описательные тексты, сделаны даже детские игры и тесты. Вот тот набор, который базово, я не могу сказать, что он сбережет язык, но хотя бы он заставляет об этом задуматься, он позволяет создать языковую среду, погрузиться, соприкоснуться, как бы заставить об этом думать. Поэтому призываю вас обращать внимание на те проекты, которые реализуются, и ни в коем случае не бросать вашу затею, обязательно сделать то, что вы хотите. У меня не очень радужное представление, картина того, что происходит сегодня. Мне есть чем сравнивать, потому что я свой путь начинал в Якутске, я университет заканчивал тот же самый, где вы учитесь. И долгое время в Якутске вечернем работал в газете «Наше время». Я был главным редактором их из столицы, якутской газеты «Кинкорот». И то, что сегодня в Якутске уровень СМИ и того, что было 15 лет назад, это небо и земля. Это какой-то, не знаю, колоссальный провал за это время, и тех профессионалов, может быть, нет уже, тех, кто хотел и передавал знания в то время. И вот я сейчас являюсь ментором команды «Саха-печать». Они объединяют 40 редакций по всей республике. Есть районы, где только якутскоговорящие, там издания выходят, есть русскоязычные газеты. Но тот кадровый голод, который сегодня есть, та база профессиональная, не знаю, то, что сегодня эта программа проходит по обучению, то, что сегодня с вами эту программу проводят, когда молодежь поддерживают с проектами. Мне хочется один призыв такой сказать, что если вы прочувствуете вот этот момент, мне кажется, вы будете настолько востребованы через какой-то промежуток времени, потому что провал колоссальный, специалистов нет. Люди перестали думать, люди перестали писать. Вот это клиповое мышление социальных сетей, оно как бы уже, ну, профессия куда-то в пропасть катится. Так что вот я к тому, что вот если вы сейчас поймете и услышите то, что вот у вас сегодня есть возможность реализовывать проекты, и сегодня на уровне республики готовы поддерживать любые инициативы, это правда мы с министром разговаривали профильным, они готовы любые идеи поддерживать, ну, если будет инициатива снизу. Так что вот если вы сегодня это прочувствуете и поймете, и с этого пути не будете уходить, будете развиваться, мне кажется, за этим большое будущее, потому что специалистов нет, их нет не только в Якутске, их нет, ну, их вообще очень мало, потому что вот мы с ребятами, с Евгением, с Нариной в мастерской новых медиа обучались, там, кто у Соловьева, я там в Мэше проходил обучение. И мы по себе поняли, что мы отстаем от тех движений, которые сегодня идут. Так что нужно постоянно заниматься своим образованием, никогда ни на секунду не останавливаться, не смотреть на коллег, которые там ничего не делают, идти вперед. Тем более, если мы говорим про якутский язык, людей, носителей языка, те, кто бы это пропагандировали, как бы вот эту работу вели, как бы их не так много на самом деле. И я думаю, что вот то, чем вы занимаетесь, вы скоро будете на вес золота здесь. Это точно. Можно я еще тогда добавлю? Самое важное, что нужно понимать в новых медиа сегодня, вам не нужно для того, чтобы создавать контент, ничего. Ничего вообще. Телефон. Все. Есть же телефон? Телефон. Вот, значит, можно брать и делать. Ничего больше не нужно. Начните хотя бы с этого. Я начинал больше трех лет назад заниматься подкастами, когда этот рынок в России был вообще никем не занят. У меня не было ни аппаратуры, ни помещения, ни студии, ни монтажера. Вообще ничего не было. Важно начать хотя бы с чего-то. И плюс ко всему, вот чувствуется разделение, и у меня оно есть в голове, что вот патриотический контент и весь остальной. Но не нужно их разделять. Хороший контент, он и есть хороший контент. Вы просто смыслы закладываете в него правильные, какие хотите закладывать, и все. То есть ключевая мысль в том, что не нужно ждать, пока вам кто-то даст студию, не нужно ждать, пока вы получите, не знаю, какой-то опыт с неба спустится с вас. Просто начните там прямо завтра что-то сделать. И шаг за шагом вы в итоге придете туда, куда нужно. Никто из коллег почему-то не говорит про финансирование проектов. Рано или поздно, когда вы начинаете что-то делать, упирается в то, что вам не хватает денег. Женя сейчас сказал, оборудование, наушники, микрофон, прочее, прочее. Это про подкаст. Если вы делаете что-то другое, когда-нибудь у вас там возникнет вопрос, на что мне купить оборудование, где мне запустить рекламу. У нас просто невероятное количество в России грантов, на которые можно податься, которые можно выиграть, и за счет этих денег можно реализовать свой проект. Институт развития интернета, они как раз сейчас акцентируют свое внимание именно на молодежных проектах, которые в том числе направлены на патриотизм, на сохранение языка, на сохранение каких-то этнических особенностей. И очень мало кто знает про эти гранты, и очень мало кто решается все-таки податься на эти гранты. Это большая ошибка. Да, там действительно непростая схема всего сбора всех этих документов, подачи заявки, но оно того стоит. Вы получите финансирование на свой проект. Это очень важная история. Да, конечно. Интернета. Ири. Смотрите, есть институт развития интернета, потом фонд президентских грантов. Если брать креативную экономику, то фонд культурных инициатив. Там может подаваться на гранты не только оно, но там ИПС, самозанятые, как бы можете податься. Но лучше с Ири начинать. Ири самая простая схема. Еще проще Росмол. Гранты Росмола. Росмолодежь. Росмолодежь. У них сейчас открыт конкурсный набор грантов для физлиц. Вам вообще ничего, ну то есть никаких юрлиц. Там есть ограничения, конечно, по бюджету, но для старта вам этого очень даже хватит. Простите? Земский журналист. Я не знаю о такой программе. Да, к сожалению, мы пока не слышали еще об этом. Если вы можете рассказать подробнее, что это за программа. Земский доктор точно, я знаю, приняли. Чтобы возврат там компенсации и так далее какие-то. Слушайте, мне кажется, нужно обратиться непосредственно в то ведомство, которое там занимается, потому что мы сейчас представляем школу глобального бизнеса и медиа-акселератора. Все-таки мы не представляем какие-то там деленные органы, которые там непосредственно отвечают за эту программу. Да? Здравствуйте. Это был наш первый поток. Мы бы с радостью его продолжили. Мне кажется, если с вашей стороны будет инициатива, то пишите в Министерство инноваций. У меня такой более странный вопрос. Согласны ли вы с мнением, что в Министерство начинается немного умирать, и если да, то то, что она может превратиться в будущий, в ближайший? Давайте мы дадим слово. Давайте я отвечу, как представитель более классического медиа, который удачно трансформировался. Последние лет, наверное, 15 на всех форумах, встречах со студентами и не только я слышала о том, что газеты умирают, они вот-вот умрут. И, собственно, мы так и продолжаем слышать о том, что они вот-вот умрут. На самом деле, это естественная эволюция. В основе всего лежит продукт. Собственно, в продолжение ответа на ваш вопрос, когда вы начали с того, а что бы мне вот такого писать, кому бы мне писать. Неважно, на самом деле, на какой платформе вы пишете. Вот то, о чём сказал Евгений. На самом деле, профессия журналиста действительно трансформировалась. Мы привыкли, там, из нашего кого-то детства, кого-то юности, кого-то вся жизнь, что журналист — это тот человек, который просто сложил буковки либо в тетрадке, либо на печатной машинке, либо в компьютере, а теперь ещё и в телефоне. Нет, на сегодняшний день журналист — это тот человек, который рассказывает какую-то историю. Она может быть патриотичной, непатриотичной, официальной и так далее. Если у этого журналиста, которому сегодня в нашей реальности предъявляются гораздо больше требований, чем к тому, который был, когда газеты продавались в киосках, если он не понимает, для кого он пишет, это первый вопрос, на который вы должны ответить и точно представлять, для кого вы пишете. И не то, что я делаю проект для этих людей, а вот конкретно эту заметку, конкретно это видео, конкретно этот там, там, стори-тейлинг, для кого вы это делаете, что вы хотите этим сказать, если вот так вот к этому подходить, то к чему сейчас не очень часто учат в университетах, но уже стали этому учить, то тогда журналистика как профессия не умрет, потому что журналист, конечно, на самом деле там блогинг, это тоже продолжение журналистики, есть журналисты, которые бегают за звездами, распаковывают, равно распаковывают косметоз в запрещенной теперь уже инстаграме, а есть журналисты, которые пишут про рынок, не знаю, нефтедобычи, равно блогеры, которые пишут про финансовые и экономические вещи, то есть это огромный многообразный мир, если вы хотите быть именно журналистом, у вас должно быть, конечно, в профессии не только буквки, но и в целом понимание, для кого вы это делаете, как вы это делаете, а основы всяких там диджиталов и других вещей технические, но это даже уже просто не обсуждается, must have, снять видео на телефон и смонтировать должен уметь любой журналист, иначе, как говорил один очень известный преподаватель на журфаке, вон из профессии. Я хочу дать слово Евгению, Евгений руководит сообществом выпускников мастерской новых медиа, запомните это название, прогуглите, это платформа «Россия – страна возможностей», там много всевозможной полезной информации, и в принципе можете подаваться, у них есть бесплатное обучение. Да, это вообще проект для журналистов, блогеров и лидеров мнений, которые приезжают к нам на четырехнедельное обучение и трансформируют свои знания вот как раз под все актуальные платформы, под алгоритмы, ну в общем все самое актуальное мы выдаем под ключ, как говорится. И к нам неоднократно приезжают такие олдскульные журналисты, и вот со мной, например, и с Нариной учился главный редактор газеты Челябинской, и вот у него мозг взорвался вот в тот момент, когда он приехал, то есть вот он жил в парадигме, что бумага, печать, тираж, а ему говорят, вот здесь можно все сделать, соцсети, интернет, и снимать, и монтировать можно на телефон, телефон это ваша карманная студия, и вместо того, чтобы закрыть газету, то есть умереть, да, он трансформировал медиахолдинг свой весь под новые запросы рынка, и все, ничто не умирает. Если вы посмотрите на все, что нас сейчас окружает, у этого всего ноги растут из прошлого. Понятное дело, что если вы не будете постоянно развиваться, постоянно искать что-то новое, вы перестанете быть интересными аудитории, а все знания, они перед вами лежат. Ну и опять же, на мастерскую всегда ждем, конечно. У меня есть еще ощущение, что о смерти журналистики как о профессии говорят из-за того, что за последние 10 лет журналистика дала еще несколько разных подспециальностей. Райтер, копирайтер, таргетолог, монтажер, не знаю, picture, мемолог и так далее, и так далее, и так далее. И все это можно объединить одним большим словом журналист. И как бы никто не ошибется. Тут вопрос, что вы вкладываете в слово журналист и в профессию журналист, потому что можно выпускать большие тексты, ты будешь журналистом, можно выпускать спецрепы, как делает редакция Пивоварова, и ты тоже будешь журналистом, можно писать посты в соцсетях от имени своего СМИ, и ты тоже будешь журналистом. Что вы вкладываете в это понятие? Давайте я еще по мастерской добавлю в продолжение. Это третий выпускник. Но правда, не зря сказали, запомните название мастерская новых медиа. Это реально бесплатное обучение на протяжении 4 месяцев, кто-то полгода обучается. Что происходит? У нас в нашем потоке было 70 человек. Это люди, которые руководители СМИ разного возраста. С нами были в потоке те, кому 18 лет, и те, кому за 70. И когда ты на протяжении долгого времени живешь в атмосфере творческой, ты перезагружаешься и совсем по-другому на себя смотришь. Когда я смотрю рядом со мной ребята, которым 18 лет, я понимаю, что я уже отстаю по многим вопросам. Они наоборот, допустим, у кого-то, те, кто постарше учатся, да, и получается перезагрузка. Ты смотришь на себя и понимаешь, что тебе нужно учиться постоянно и без остановки. Должна быть самокритика, прямо нужно очень жестко к себе относиться, потому что буквально, не знаю, полгода-год человек уходит на удаленку, и он не живет в редакционной, в редакции. Вот у нас сейчас, в пандемию, год мы работали на удаленке, я чувствую, что у нас провал за этот год, потому что нет творческой жизни, нет творческих споров, обсуждений. И я сторонник, что вот эти волки-одиночки, это все равно путь такой достаточно короткий. Нужно жить все равно в творческой атмосфере. И даже если это коллектив, это два человека. Даже если вы реализуете свой творческий проект, два человека – это уже коллектив. Три, ну, значит, находите себе союзников, чтобы у вас кто-то рядом был, кто вас всегда может критиковать. И когда ты в атмосфере творческих людей находишься, у тебя всегда перезагрузка происходит. Вот самое главное. Неважно, на какой площадке вы будете. Закрыли Инстаграм. Ну, если ты человек интересный, за тобой ВКонтакте пойдут. Твоя аудитория в любом случае тебя найдет. Это отговорки, что там потерял, не потерял аудиторию. Конечно, кто-то теряет. Но если ты человек интересный, пишешь интересно, за тебя найдут всегда. И за тобой пойдет твоя аудитория. Есть еще интересный пример. Вот говорят, новые медиа, новые медиа. Под новыми медиа сегодня, ну, что вы подразумеваете? Соцсети, правильно? И интернет. Ну, какие-то диджитал истории. И вот там последние несколько лет говорят, ну, что нужно новые медиа. Журналистика, телевидение – это старые медиа, новые медиа – это SMM, значит, посты и так далее. Но это уже не новые медиа. Ну, в смысле, это актуальные медиа. Новые-новые медиа пришли на смену. Есть рынок подкастов, есть рынок стримов, есть сервера, есть метавселенные, есть видеоигры, в конце концов, внутри которых уже можно проводить ивенты, мероприятия, лекции читать. То есть и это только за последние там несколько лет случилось. И к этому тоже нужно, к этому нужно подстраиваться всегда. Всегда нужно быть на острие трендов, как бы это пошло ни звучало. Я думаю, вы должны себя не обманывать, главное. То, что вам интересно. Насильно, мил, не будешь. Если вы будете писать через силу, то, что не близко вам, эта аудитория почувствует, обмануть невозможно. Потому что, посмотрите, мы сегодня анализировали тоже со своими командами, брали телеграм-каналы, смотрим какой-нибудь информагентство, 100 тысяч подписчиков, посмотрим лайков, мало комментариев, мало. Берем какой-нибудь там блогера, у него там 15 тысяч подписчиков и 15 тысяч лайков, там, не знаю, сотни комментариев. Значит, человек своим словом достучался до своей аудитории. Нужно брать то, что вам интересно. Вот интересно вам строительство, берите эту тему, развивайте там. Интересно вам спорт, берите спорт и будьте уникальны, потому что спортивных корреспондентов мало. Раньше вот в Якутске было популярно, были спортивные издания, были спортивные журналисты, их ценили, потому что, ну, это достаточно большая аудитория, и спорт там развивается, культуру. Вот без разницы, какое направление, какое вы возьмете, то, что вам интересно и близко. Вы спикеров много, экспертов много, вы на свою аудиторию быстро соберете. Себя послушайте. А расскажите, чем вы занимаетесь? В каком направлении пишете? А что бы вам было бы интересно? Почему вы пришли в журналистику? Общение с людьми. Знаете, ну вот я раздала вопрос, у меня он только в голове крутился, зачем вы пришли в журналистику. Ну, то есть, помимо того, ну, там, то, что Женя говорит, искать себя, это ответ вопрос себе, что я хочу донести миру, ну, там, или не миру, зачем я сюда пришел. Потому что, если вы слышали, Евгений Клеевич сказал, что он начинал подкасты, когда это еще не было ни трендом, ни ничем. И он вряд ли думал о том, что это будет развиваться. Ему это было интересно. Женя, извиняюсь, что я за тебя. Да, он понимал, что он хочет сказать. И, собственно, любое направление, которое либо на ужасе существует, либо его еще нет, возможно, вы придумаете какое-то новое направление. Вот вы говорите, что вам нравится история, как бы людей слушать. А ведь рассказать историю человека – это очень сложно. Быть репортажным журналистом. У нас репортажных журналистов не очень много. Это продолжение, опять-таки, не только в стране, но в стране по пальцам пересчитать репортажных журналистов. Те, кто не шаблонно пишет, за цветастым забором стояло раскидистое дерево, там живет баба Маня. Вот это вот шаблонно. А то, как вы это подадите, если вам нравится это, то это может стать вашей фишкой. Знаете, там такой пример, наверное, всем понятный. Спортивных комментаторов много, а губерниев один. Так, нужно выбрать тему, нужно выбрать площадку, формат. И нужно писать людям, не бояться спрашивать. Добавьте Евгения в Телеграме, Нарину, Анастасию, Евгения, и пишите. Я всегда так делала. Я всегда не стеснялась, писала, просила советов. И вы удивитесь, но люди в большинстве случаев всегда готовы помогать, советам. Только всегда должен быть конкретный запрос. Коллеги, можно я попробую немножко с другой стороны ответить? Может быть, вам чуть более понятнее будет. Смотрите, то, о чем мы сейчас с вами говорим, это на самом деле в большей степени командная игра. То есть, если вас интересует индивидуальный зачет, тогда это действительно куда-то в сторону блогинга. Вы можете ввести какой-то свой блог, и тогда это индивидуальная история. СМИ, средства массовой информации, в основном это командная история, то есть это редакции, это, собственно, коллективы, которые формируют тот или иной продукт. Поэтому, с этой точки зрения, прежде всего, вам просто присмотритесь к коллективам, присмотритесь к тому продукту, который они делают. На телевидении, допустим, там даже сам редакция Макасаха, в газетной сфере, в интернет-сфере. Во многом ваше отношение и к профессии, и, собственно, к вашему персональному росту будет зависеть от того, в какую среду, в какой коллектив вы попадете. Кто будет вашим непосредственным редактором, кто будет руководителем, и кто с вами поделится своим опытом именно в рабочей, в такой повседневной жизни. От этого больше всего зависит, потому что мы сейчас с вами можем рассказать самые разные направления, но все равно вот этот опыт и практика, в первую очередь, вы получите их на том месте, где вы будете работать. Поэтому сейчас у вас это устная газета, начиная с нее, вы можете просто посмотреть, какой она была, какой она есть, какие вы хотите, может быть, вместе с вашим, опять же, коллективом принести туда какие-то новые форматы, новые рубрики, новые веяния. Параллельно смотрите, раз, что в Якутске, кто в Якутске занимается этим, какие коллективы есть. Попробуйте найти знакомых, попробуйте найти для себя ментора, руководителя того, кто, собственно, вас проведет и с вами действительно поделится своими знаниями. Вот так, наверное, вы найдете себя в этой профессии. И еще повторюсь, я это сегодня уже говорил, не нужно ждать, пока придет какое-то решение, пока вы что-то придумаете, начните делать и все. Ну, правда, это очень банально, но с этого всегда нужно начинать. Сейчас есть куча возможностей. Я, в принципе, так и сделал. Когда-то там давно в юности мне нравилось писать тексты. Я пошел в школу танцев, я еще с юга России, вот там нашел школу танцев, писал им тексты в качестве там SMM, копирайтера. Понял, что мне это не нравится категорически. Через несколько месяцев бросил. У вас есть возможность попробовать бросить. Ну, в этом нет ничего страшного. Сделать выбор – это не значит придерживаться его всю жизнь. Не нравится, не ваше, пробуйте следующее. И так и найдете. Ну, тогда смотрите. Смотрите, тогда вы в этой ситуации, поскольку вы уже пришли, вам уже понравилось, и самое главное, вы уже изнутри понимаете, как это делается. Изучайте опыт и всякий раз задавайте себе вопрос, как сделан тот или иной продукт. А вот вы познакомились, допустим, с каким-то изданием, с какой-то статьей, с каким-то подкастом, с какой-то единицей контента. Вам понравилось. Задайте себе вопрос, как это сделано. Вот чисто технически, на пальцах. Кто куда пошел, с кем познакомился, где нашел информацию, как ее обработал, как ее преподнес, как ее опубликовал. Отвечая самому себе на эти вопросы, вместе с той командой, которая сейчас вас окружает, вместе с вашим нынешним руководителем или с другими людьми, вы в состоянии это воспроизвести, а может быть, даже сделать лучше. Даже в 90% случаев сделать лучше, если вы это будете делать искренне от себя. Вот это и будет для вас путь. Смотрите, что делают другие, и пытайтесь это воспроизводить, и пытайтесь на этой основе делать лучше. А можно вопрос? Есть реакция на ваши материалы? Удовольствие вы получаете от работы? Вот вы написали материал, статья вышла. Обратная реакция есть? Где публикуете это вы? Обратная реакция есть? Вы получаете удовольствие? Вот вышел сюжет, вы выпустили комментарии, реакции. Есть у вас диалог с аудиторией вашей? Вы чувствуете, что они вас слышат или нет? Я вижу комментарии, у меня вот что-то на видео, что-то с атаканом. Возможно, вы получаете, что-то именно на самом деле, что-то я делал, а не просто там за их. Моя звук это как-то очень неудача, они по меня не знают. Там будет здесь, я все, я все подпускаю. Да, комментарии есть, я все, я не знаю. Но если вы видите хорошее видео, вы можете вся их вонарине отправить на 360, а вдруг оно выстрелит там на другом канале. Вот сегодня реально возможности у Якутии, вот в самом контенте и видео в производстве того, что здесь можно делать, колоссальные. Потому что сегодня настолько голод информационный, хороших материалов, вам за это будут платить и деньги хорошие. На самом деле, да, извини, Женя не просто так говорит, а передать кому-то то, что вы сделали. Вот цитируемость, наличие каких-то партнерских связей с другими СМИ, с другими авторами каких-то телеграм-каналов, это очень важно для распространения вашего контента. Вы произвели какой-то продукт, интервью, сюжет, репортаж, собрали какой-то классный ролик, он вам нравится. Вы понимаете, что этот ролик нравится вашей аудитории, но дальше как-то не получается распространить. Попытайтесь наладить какие-то партнерские взаимоотношения с теми же телеграм-каналами. Это сейчас достаточно просто и легко происходит, потому что люди контактные. Все готовы друг другу помогать, все готовы продвигать продукт другого автора, потому что есть понимание, что когда-то мне тоже понадобится твоя помощь. Когда-то через месяц я сделаю видео, и мне тоже нужно будет его распространить, и вот ты мне поможешь. И вот очень важно прямо сейчас, вот вы только три месяца работаете, как я понимаю, начинать налаживать какие-то партнерские взаимоотношения в пределах вашего СМИ или отдельно с какими-то журналистами, которых вы знаете, у которых хорошая аудитория, лояльная аудитория. Начните уже сейчас работать и вот эту базу наращивать, потому что она прям сильно вам пригодится. По сути вы должны быть своим менеджером, сами себе продавать уметь. Потому что мы сегодня тоже спорили, я говорю, почему вы свой телеграм-канал не рекламируете с УЛУС Медиа? У вас 3500 подписчиков. Они говорят, а где мы будем делать? Я беру просто в поисковике, набираю Якутию и пишу первым попавшим, говорю, давайте обменяемся ссылками. Сегодня, вот сейчас пишет Якутия, 14 ньюс, они поставили репосты, обменялись. И сегодня там добавили 200-300 подписчиков по разным каналам. Люди в рамках вот здесь Якутска готовы взаимодействовать, сотрудничать. Проблема с материалом. Если вы видите, сюжет выстрелил, дайте ему больше охват, и к вам придет реакция обратная. Вы кайф начнете от работы получать. Больше будет интересных материалов. Спасибо большое. Надеюсь, мы вам помогли. Давайте следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Катан. У меня вопрос такой. Я из студенческой газеты, студенческий вестник АГИКИ, Археетческий государственный институт культуры и искусств. И все-таки у нас такая проблема, скажем, относительно газета молодая очень. Мы появились буквально год назад, в феврале, и столкнулись с такой проблемой, что вот именно сейчас мы очень много говорили про контингент, то есть вы касались, но именно контингент, когда суженный, а именно студенты, то есть мы пишем для студентов, столкнулись с той проблемой, что нынешняя молодежь читает не так, скажем, как-то целенаправленнее, чем это делает старшее поколение. То есть если старшее поколение… А что вы выпускаете? Вы газету выпускаете? Да, газета именно. И вы хотите, чтобы молодежь читала бумажную газету? Нет, не бумажная газета. Это уже давно прошлое. Молодежь абсолютно не будет это читать. Это уже всем известно. Может перестать называть это газетой? Нет, вот именно… Что за коллеги это самое? Вы чего? В этом-то… Извините, извините. Подождите, в этом-то и есть фишечка. Смотрите, какой ажиотаж. Все включили микрофон. Меня-то сейчас… Извините, меня сейчас бомбануло. Слушай, меня тоже газеты читали, читали это будущее. Да бог с ним с газетой. На самом деле назови ты хоть кабачком. Не важно. Вопрос всегда А. В продукте. И Б. Как вы относитесь к своей аудитории и что вы про неё знаете? Вы сейчас сказали очень страшную вещь про аудиторию, для которой вы работаете. Вы сказали, что они абсолютно не читают то, что… Нет. Вдумчиво, я так понимаю. Нет, нет. Именно я не хотел никого сейчас задеть, и не читателей своих нет. Я не про задеть, я сейчас не про это. Ну, вообще, извините, если я кого-то что-то там не так сказал. Просто газеты у нас есть. Мы выпускаем их как бы в таком бумажном варианте. Они… Ну, всего делаем три экземпляра, потому что это особо не финансируется, как бы, да, для ВУЗа особенность. Потому что студенты их все равно, ну, как-то… В бумажном виде студенты не очень любят читать. Для этого надо дорасти. Но вот именно прикол в том, что мы как бы газета, да, получается. И мы это сейчас как бы адаптируемся под нынешние, как бы, скажем, обстоятельства. И все это выпускаем, вот как вы говорите, в телефонах, да. Там вот есть телеграм-каналы, были вот эти вот социальные сети, которые уже нельзя называть, они уже ушли с российского рынка. Но в чем прикол? Ну, если мы все это, то есть весь этот вот статейный, вот эту вот буквенную работу перенесем на видеоформат, то от газеты ничего не остается. Это уже блогинг получается. Слушайте, для начала, вот во всем этом вы очень явно любите свой продукт. Это прекрасно. Это вообще редко когда бывает, что люди любят то, что они делают. Для начала ответьте сами себе на вопрос, кто ваша аудитория. Не только в количественных показателях, или в каких там это студенты, таких-то вузов и так далее. А что им интересно? Вы уверены, что тот текстовый формат, который вы им делаете, им интересен? Потому что на сегодняшний день молодая аудитория готова потреблять контент интересный в любом виде. Не только в видео, как бы, знаете, есть такой стереотип, что молодежь предпочитает только ТикТок и только Инстаграм, потому что там можно на видосики позалипать. Нет. Есть определенная категория людей, и это не только в молодой. На самом деле, если брать в процентном соотношении, и во взрослых, и в пожилых, и в младенцах, люди, естественно, делятся на разные сегменты. Возможно, вы просто бьете этой газетой, там коллегу сейчас умрут от слова газета, не в ту аудиторию. И то, что вы пишете, это совсем не для тех студентов, не потому что они плохие, или у вас продукт плохой, просто вы немножечко не в то поле полезны. Для начала сядьте, возвращаясь к первому, и проанализируйте все-таки, для чего вы это делаете, кому вы это делаете. Потому что в защиту газет выступлю. Два года назад мы проверили исследование для определенной группы молодых людей возраста 25 лет, 25 плюс, 25-30, это молодые люди у нас теперь считаются, если вы не знали. Газеты читать модно. Именно вот с таким способом. Модно. То есть ты садишься с чашечкой кофе, раскрываешь газетку и читаешь серьезные издания. Там серьезные. Вот это модно. Для таких тоже можно вполне себе производить. Но здесь же, получается, есть нюансы. То есть, как бы, возможно, мне тоже интересно о чем-то писать совершенно, скажем, интересно. То, что заинтересует тех студентов, которые учатся именно в нашем ВУЗе. Но тогда, получается, я выхожу на уровень республики, грубо говоря, города уже. То, что мы именно, вот вузовская газета, это отпадает, потому что в ВУЗе, грубо говоря, то, что может заинтересовать студента, что там проходит, оно может не особо цеплять, скажем так. Вы найдите свою фишку. Значит, у вас нет материала интересного. Без разницы, где он будет. В печатной версии он у вас будет, в электронной, в Телеграме. Значит, найдите аудиторию, напишите, что Маша там со второго курса учится и троих детей воспитывает. И уже прочитают. И вы в этот материал упакуете все, что вам нужно. Как бы, если вы пишете о том, что от такого-то числа пройдет фестиваль, там, такой-то, такой-то, на такую тематику, ну, конечно, никто не будет читать. Почему вы ограничиваете себя рамками университета? Можно же выйти, можно найти очень полезный, классный контент, который будет интересен молодой аудитории, на который к вам придут и будут читать вас. Потому что у вас очень много факультетов прекрасных, креативных. И плюс, мне кажется, внутри университета можете генерить очень много контента. Старшеклассникам, чтобы они к вам приходили. Да, и плюс понимать, допустим, что интересно вашим студентам, куда они там, карьерные треки. Вот я прямо сейчас, вот здесь, вот за столом, вам родилась заметка, которую вы можете написать чуть-чуть, поисследовав. Как подать к студенту журфака на грант для получения денег на свою собственную медиа? Поверьте, я думаю, что вот как минимум двое, трое. Еще вот за вами стоит молодой человек. С удовольствием прочитают. Спасибо. Спасибо вам. Еще раз здравствуйте. Еще один вопрос. Получается, на протяжении нескольких лет я заметил такую тенденцию, что на журфак количество студентов, поступающих, уменьшилось. И это реальность. Допустим, сейчас, в нынешнем году, на журфаке учится вроде 13 студентов. И получается, у меня к этому вопрос. Что вы можете сказать по этому поводу, первое? И второе, можете ли вы что-нибудь предпринять? А можно сразу? Можно процентом соотношения 13, это сколько? Получается, до этого я... Нет, нет, нет. Вот 13 студентов на факультете журналистики. Да, да. Из скольких? Сколько всего студентов в университете? В университете? В общем. Ну вот где это? Всех курсов. 13 на место человек или 13 в университете? 13 всего. На потоке. На потоке. На одном потоке. Да. В этом году, да. И сколько всего? Да, и, ну вот, первокурсники, сейчас их 13, допустим. Прекрасно, еще раз, сколько всего первокурсников? Всего 13 тысяч студентов. В общем, нет, имеется в виду. Я просто посидала... В театр никто ходить не будет, будут все смотреть фильмы, да. Вы уже хоронили очень много чего. Ребят, а у нас у всех тут журналистское образование? Вот кто тут сидит? Я тоже хотел спросить, здесь кто у кого? Вот кто журналист по образованию? У меня филфак, но не журналистика. Я инженер, если что. У меня в редакции три газеты, у меня нет ни одного журналиста с образованием даже филологическим. Я тоже не на журфаке. Я всегда говорю, если у человека глаз горит, он будет востребован. Сегодня уже, может быть, не ставлю актуальное образование получать, а сколько практика важна. Да, фриланс. Если есть практика, если человек востребован, образование нужно. Понятно, нужен кругозор, нужно быть грамотным, без этого никуда. Но если у тебя есть практика, ты всегда... У меня ошибка была, я поступил на пиар филфак Якутского госуниверситета и бросил через полтора года. Вернулся, через 15 лет его завершать. Сил потратил неимоверно, потому что все равно нужно было бы расставить точки приоритета. Так что в любом случае образование нужно, оно как бы классическое, но в любом случае искать себя нужно, не останавливаться, работать всегда. Мы каждый год, у меня через одно из направлений в коммерсанте, это связано с СММ и продвижением дистрибуции контента. Через этот отдел каждый год проходит примерно около 10-15 выпускников журфака, которые туда попадают среди 100-150 человек, которые подавали заявку, проходят конкурс и так далее. И со всеми остается в итоге один. Не потому что образование плохое или хорошее, потому что, как Женя сказала, глаз не горит. И вот там вопрос не в образовании, вопрос, хочешь ты в этой сфере пахать или нет, а это пахать. Нет, коллеги, ну давайте здесь тоже на самом деле согласимся. Это второй ваш вопрос, да, и на самом деле эти два вопроса связаны. Да, и как бы если мы на первый вопрос, я промолчал, а вы все ответили, что журналистика не умирает, а я промолчал, да, то сейчас я вам скажу, что ваши вопросы на самом деле действительно друг с другом очень сильно связаны, и престиж профессии очень-очень сильно упал. Это правда. Поэтому людей, которые приходят учиться именно на журналистику, их существенно меньше. Но то, что было отвечено вам на первый вопрос, что как бы журналистика как профессия, она размножилась, она как бы, значит, там, знаете, такая вот, она проявляется в самых разных других формах. Да, что как бы, что очень многое теперь действительно вот смысл создаётся не только в СМИ, но они в пиаре создаются, да, есть пиар, есть маркетинг. То есть очень много на самом деле смежных профессий, которые отвечают за то, что один говорит, другой понимает. Да, как бы вот эта коммуникационная среда, она широкая действительно. И как бы, да, действительно, вот такой момент, как падение престижа профессии журналиста, да, мы его наблюдаем. Сможем ли мы его вытащить обратно, не знаю, не могу сказать. Это как бы зависит ни от одного человека, ни от двух. Это, ну, как бы в целом такая вот, скажем так, цеховая история, да, это совокупно надо работать. Но то, что коммуникационная сфера никуда не денется, то, что в ней всегда нужны специалисты, высокого класса специалистов, это правда. Коллеги, у нас практически закончилось время. Ещё осталось время на два вопроса. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос относится к сфере кино. Вот журналистика, да, это сфера, которая рассказывает людям обо всём. Правильно? И вот мне очень интересно читать рецензии Артура Долина. Он журналист и он кинокритик. А и Кинопоиск, крупнейший русскоязычный интернет-сервис Кино, у которого есть канал на Ютубе, в котором они создают видеоэссе, который знакомит свою аудиторию с киноискусством. И вот хотел спросить у вас, относится ли эта деятельность к журналистике? Журналисты, ответьте, коллеги. Кто там жил фактов? Да, коллеги журналисты, ответьте, потому что я ангажированный, я сам прокинул дело. Да, безусловно, относится. Безусловно, да. Просто я вот, когда хотел устроиться на работу, на Кинопоиск, я думал, к какой сфере отнести вот это вот всё. Но всё-таки это журналисты, да? Кинопоиск — это огромный совершенно мир. Помимо того, который вы перечислили, это ответвление журналистики. У них есть ещё огромное ответвление, связанное с сервисом. Например, огромная команда программистов, вообще не имеющая к нам отношения. Да, конечно же. Сейчас, почему мы так говорим, что вам нужно в любой сфере применять себя, потому что сейчас компании, которые, казалось бы, далеки от журналистики и занимались всегда технологиями, понимают, что контент всему голова и строят экосистемы, прежде всего, на основе контента, привлекая для его создания не только профессиональные медиа, но и блогеров, и соседей, и всех кого угодно, и сами производят, и нанимают людей. Поэтому журналистика становится уже более широким понятием, нежели, наверное, на журфаках учат. Можно я ещё один пример приведу? Ну, коллеги, на самом деле, в интернете можете посмотреть, очень много таких вот есть конкурсов, когда люди становятся так вот в цепочку гуськом, друг за другом 10 человек, и задача, значит, оборачиваясь, передать какое-то сообщение. То есть, значит, все стоят так, затылок в затылок, после этого первому говорится какое-то сообщение, да, он поворачивается, значит, передаёт его второму коротко, тот поворачивается, передаёт его третьему, третий передаёт четвёртому. На самом деле, можно найти в Ютубе, таких роликов много. И как раз эта штука, она про то, что информация, когда передаётся изусть пуста, она гарантированно искажается. Да, вот, вот, и очень смешно иногда наблюдать, когда, как бы, на входе сказали одно, а на выходе человек получает совершенно иное. Вот всё, что мы здесь с вами обсуждаем, и журналистика, и коммуникационная сфера, оно, как бы, и с одной стороны, про чистоту того, что сказано, да, то есть, когда вы о чём-то пишете, о чём-то вы говорите, да, вы должны думать о том, что то, что вы напишете, оно будет прочтено, и тот, кто это прочтёт, он получит информацию, именно ту, которую вы хотите, чтобы он получил. Да, как бы, и вот здесь вот ответственность, скажем так, за то, что у него в итоге останется в голове, она лежит на вас. Да, и с этой точки зрения, всегда очень важно взвешивать свою работу, именно вот, как бы, я сделал, мне понравилось, как я сам написал текст, мне мой текст нравится, да, но что из него узнает кто-то, кто его прочтёт, да, достаточно ли там понятно написано, что я хочу сказать, да, с чем он уйдёт после того, как он прочтёт мой текст, действительно ли я до него всё донесу, а сможет ли он пересказать это дальше. И здесь вообще не важно, там кино ли, или искусство, или что, да, это любая сфера, да, это вот очень важно, чтобы всё, что мы говорили, писали, оно было достаточно ясно, и мы могли отвечать не только за то, что мы сказали, но и за то, что люди поняли, да, вот как бы вот так вот смотрите. Спасибо. Можно я ещё ложку дёгтя добавлю, как человек, который больше 10 лет рассказывает другим людям о кино? Не профессионально, слава богу. Не делайте на это больших ставок. Ну, объективно, давайте объективно. Антон Долин у нас в стране один. Второго Антона Долина, ну, правда, ну, нужен он, не сомневаюсь, честно. Можно говорить про авторскую подачу, про всё, как вот это... Кино — это очень узкая тема. Никакой романтики в кинорецензенстве нет вообще, потому что вам придётся смотреть всё подряд и рассказывать о людям обо всём подряд. Вот Антон Долин так и делает. Он смотрит больше 10 фильмов в неделю и пишет в 10-15 издательств. На большинство, ну, не большинство, ладно, некоторые рецензии, которые он пишет, там фильмов даже не просмотрено. И это очень и очень неблагодарный труд. Если вы делаете это хобби для себя, то это замечательно, это вас не вымотает, вы будете смотреть то, что вы любите и рассказывать о том, что вы любите. Если вы хотите делать это профессией, будьте готовы к тому, что вы будете писать обо всём подряд. Всё, что я когда начинал в 2011 году, я, значит, такой залетаю в издательство вместо и говорю, я буду писать про кино. Мне говорят, нифига себе, пиши про кино. Я говорю, давай, я что буду писать? Мне говорят, напиши-ка ты, пожалуйста, некролог. Я такой, ну, ладно, хорошо, напишу. Написал, значит, некролог такой. Думаю, ладно, ладно, я не журналист, напоминаю, я архитектор. Потом, значит, думаю, ну, давайте, ладно, ещё буду писать. Они говорят, да напиши тогда про русский фильм новый. Ну, понимаете, что такое новый русский фильм. И вот, и так далее. То есть, ну, я просто немножечко… Кстати, вы можете писать про якутское кино. Да, и я бы хотел уточнить, что, ну, я учусь, я студент, второй курс, в будущем намереваюсь стать режиссёром, ну, якутское кино, знаете, да? И, ну, учусь сейчас на актёра. На весь мир знают. Да. И вот как бы поэтому я задал этот вопрос. Ну, не только хобби, а как бы цель всей жизни. Поэтому… Вот, снимайте кино. Это же замечательно. Ну, я думаю, начать сначала просто как с анализа фильмов. Снимайте кино. Не надо амблизировать. Сразу с другой стороны он идёт. Да, да, не надо. Делайте то, что вам нравится. Да, делайте то, что нравится. Не нужно искать оправдания, обходные пути. Не надо. Хотите снимать кино, идите, прыгайте туда сразу. И всё. Хорошо. Ну, тогда идея, которая здесь зародилась, я вот думал, студенческой газете написать про анализы. Тоже как бы… Ну, почему нет? Про какие анализы? Про что? Про какие анализы фильмы? Про анализы. Нет, заголовок хороший. Всё, зайдёт. Люди прочитают. Ну, людям интересно, наверное, читать про кино. Про анализы, да. Ну, или анализы. Пишите про якутское кино, об этом очень мало пишут. А можно обратный вопрос, обратную связь? Вот вы, если мы говорим про Якутию, вы журналисты. Какие СМИ вы сейчас читаете? Кто, на ваш взгляд, более популярен, востребован, интересен? Вот дайте обратную реакцию. Вы вообще читаете местные газеты какие-то? На какие телеграм-каналы вы подписаны? Какие авторы? Что вам интересно сегодня? То, что сегодня в Якутске есть? Ну, в основном, ну, вот, чисто как представитель молодёжи, я вот записан в двух или трёх телеграм-каналы. Какие? Вот какие? Ну, допустим, ЕКТ Ньюс. Ну, вот там, я не знаю почему, но мне почему-то вот именно как они пишут, нравится больше, чем остальные каналы. Это телеграм-каналы? А он не закрылся после закрытия ЕКТ РУ? Нет, я не знаю, честно. Но они выпускают какую-то статью, как бы там каждый день им что-то пишут. Ещё кто что читает? Я даже подписываю на сеть, ну, в АГЭС. А в Сахапечать входит ваша газета? Может, по федералам спросим, что они смотрят, что читают. Ну, давайте мы сейчас местными разберём. Как у Дудя. Топ-3. Топ-3 ваших Ютуб-каналов. Топ-3 телеканала в Подмосковье, да? 3.6.0, всё правильно. Ну, серьёзно, вот из якутских вы кого читаете? Смотрите, если вы из Сахапечати, вот ваш менеджер Евгений Сергеев. А, да. Да. Из Якутска. Ну, Сахасире, Кым, Сонтарсон, Нара. Ну, и смотрю именно блоги в телеграмме Колесова Олега Егоровича. Ну, Сталбан. Ну, и, конечно же... Вот вы как читатели, вот что бы сказали бы издателям этих газет? Что они делают не так? Издатели газет? Да всё неправильно делают. Всё неправильно делают. Что они всё неправильно делают? Да. Ну, интересно, интересно пишут. Ну, у нас поколение такое, что наше поколение именно стремится узнать всё быстро. Быстро, быстро, быстро. И как бы новое поколение, как бы это сказать, зажралось. Именно требует чего-то новое. Они требуют эмоций, которые именно эти федеральные СМИ не могут предоставить. Потому что именно федеральные СМИ должны быть компетентными, правильными и достоверными. Ну, и как бы именно быть приличными, официальными. Но молодёжь именно требует таких, где это, трешевых, где шалят, где там грязь. Ну, а ты сам пишешь или нет? Да, я сам пишал. А где публикуешь? Ну, писал, ну, работал до этого. Национальный. Тебе нужно в эту команду Саха-печать вклинить. Молодая кровь покажет, как нужно. Правда. Потому что, мне кажется, и ваш проект можно там задействовать. И у меня такой интересный вопрос. Ну, я сам по будущей профессии тоже не журналист, а педагог. И, типа, мой проект именно хочу воплотить в дипломную работу. Я хочу именно сделать так, чтобы привлечь молодёжь, именно студентов. Я хочу именно узко сначала начать, чтобы не охватываться. Для студентов именно сначала, ну, как бы подводить их. Например, в марафоне, чтобы пробежать марафон. Не сразу пробегать марафон. Сейчас везде методология. Даже, там, запускать от курса мы разрабатывали специальную методологию. Под каждый курс разрабатывается, под каждый проект разрабатывается своя методология. Мне кажется, ты можешь там свои знания, которые ты сейчас получаешь, применять в абсолютно любой сфере. Там, будь-то IT, журналистика, либо стартап. Потому что, ну, как бы ты умеешь структурировать мысли. Пример приглашения Евгения. Пойти в США, начать. Я тебе только правду предлагаю. Я не думаю, что откажутся, потому что мы разговариваем, они говорят, нам нужны молодые кадры. Ты же можешь прийти на полставки, работать и каждый день выдавать по заметке телеграм-канал, показать, как нужно. И, по крайней мере, они что-то от тебя бы взяли бы, а ты бы учился бы у них. Либо, допустим, ты мог бы показать нам свой проект. Всегда нужно говорить, не надо говорить, нет, я приду. Все, я приду. Ты не должен отказываться. Да. Я вам расскажу сначала про свой проект, потом мы поговорим про ваш проект. Женя, у нас на потоке был учитель УБЖ, как его зовут? Блогер популярный. Гена, Гена был, да. У нас его все знают, все артисты, да. Учитель УБЖ, у него свой блог какой-то популярный. У него, учитель УБЖ, это вот, это замечательный пример, кстати, вообще прям шикарный. Обычный учитель УБЖ завел блог в социальной сети, имя которой нельзя называть. Можно с оговоркой. С оговоркой не буду называть. В общем, завел. И вопрос, вот сегодня много вам говорили всем о том, что не важно, о чем вы рассказываете, важно как и кому. Казалось бы, ОБЖ, ну что может быть скучнее? Помните вообще предмет такой в школе был, оказывается, у всех? Нет, интересный предмет, очень даже. Основу безопасности жизнедеятельности. Почему мы все здесь сидим? Он так шикарно снимает контент про ОБЖ, вот, ну, и у него огромные охваты. Органические. Все артисты знают, все блогеры. Да, его знают. Хотя он там не вкладывает миллионы в продакшн, у него нет студии, он снимает на телефон, он в квартире, но как бы своими усилиями набирает аудиторию, естественным образом. Вот, как бы, прекрасно же. Можно спросить, если я там буду снимать и начинать для привлечения, именно студентов, для привлечения молодежи, можно начать так, как бы сказать, на первых выпусках, употреблять, ну, не чисто на якутском, если я буду говорить чисто на якутском, то многие даже не поймут, употреблять молодежные сленги якутские, употреблять русские языки местами, чтобы именно их подводить, и с каждым сюжетом более чисто-чисто, и так бы развиваться. Иванов Петр Тередовун Егорович. Петр, можно тебя попросить, если у тебя завтра есть время, я приглашаю тебя в нашу команду, вот завтра потратить час времени, я думаю, эта встреча будет полезна. Ты максимально раскритикуешь, что делают не так саха печать в своих аккаунтах, в телеграмах и так далее, и мы поймем, где максимально можно тебя задействовать. В этом здании у них есть студия, отдельный кабинет, оборудовательная техника, стоит, пустует, и никто ей ничего не делает. Вот вам, я думаю, вам никто не откажет, чтобы вы взаимодействовали. Я предлагаю, сейчас с телефоном обменяемся, и завтра вот у нас будет коллективная работа, и... Все увидимся. Мы увидимся, мы тебе отдадим сейчас аккаунты, ты вечером все проанализируешь, и завтра перед редакционной коллегией выступишь и скажешь, как человек... От имени молодежи, да? А? От имени молодежи. От имени молодежи. И сразу подумай, чем ты можешь быть полезен, и обсудить завтра можно будет с директором, и начинать. Если тебе это интересно, не надо говорить, что послезавтра. Начинай завтра. Все, скажи, завтра проговорили, скажи, с понедельника готов к вам выходить. Где у вас студия? Они говорят, вот здесь. Ты скажи, хорошо, мне нужно час времени, я своих там подключу коллег, студентов, и все, и начинай делать. Ошибочно, пускай у них 40, сколько, 34 телеграм-канала. Ты можешь выйти на всю республику. Якутский контент востребован. А если ты будешь делать программу на русском и на якутском, это еще будет круче. Может, ты будешь якутскому языку учить. Это еще более востребовано, такую рубрику. И ты никогда не знаешь, что выстроить. Нужно тестировать, пробовать каждый день, что-то выкладывать, и тогда, чем больше ты будешь делать, тем больше результатов, каких-то данных у тебя будет. Вы не против, если мы Петра пригласим завтра? Да, мы не против. Так что мы завтра приглашаем, завтра, кстати, там и министр будет, и будут все команды присутствовать. Я думаю, ты как со стороны молодежи, я думаю, интересно будет обратную связь получить. Ну да, это будет именно полезно для меня. И для всех остальных будет полезно. И если я буду в Сахамеде, если многие же интересные личности в Якутии есть. Вот представитель команды Сахамеде. И именно... Ты скажешь, мне Сахапечатию не интересно, пойдешь в Сахамеде. Да, именно, если... Всем продал. Всем продал. Если я с ними буду контактировать, и... Хорошо же. Здравствуйте, у вас, с вами связался корреспондент Сахамеде, я хочу взять у вас интервью, это же более... Конечно. Приятнее звучит, чем здравствуйте, я студент. и уйдешь в Сахамеде. Главное, будь востребован. А, да? На самом деле, просто продукт. Вот правда. Во всем продукт. Просто делайте. Делать, делать. Хорошо. Можно еще спросить, как, про вашу работу в Клинске общего? Почему-то очень мало, скажем, очень, очень, ну, по крайней мере, или я не встречал, или действительно очень мало информации для тех, кто, скажем, приезжий. Вот для человека, как для меня, как для приезжего, именно в эту республику, да, я знаю, что здесь есть, республика Алтай. Все туда сейчас едут. Наоборот, оттуда сюда едут зарабатывать, а те, кто устал от этой ручины, наоборот, отдыхать едут туда. Я вот к тому, что... Супер идея для классного, да? Это да, я вот говорю, что, блин, я вот пришел такой, я спрашиваю ребят, а куда можно сходить, а что у вас есть? Говорят, ну, там вот этот, в Чучу-Муран можно сходить, там есть музей. А вот вообще, как таковых, таких незаезженных мест, куда, в принципе, было бы действительно интерес узнать то, что я вообще до этого не знал, вообще не знаю национального колорита, как таковой. Мне было бы очень интересно, скажем, узнавать информацию о том, что уже знают все, но почему-то из-за того, что никто не интересуется или не спрашивает, или это просто не всплывает. Они просто об этом не говорят, и как бы мы остаемся в таком, скажем, маленьком кругу. А это же ниша, которую ты можешь занять. Да, но вот к сожалению, к сожалению, да, это очень отлично, но просто я как бы целевик, и я уеду отсюда. Ну, дальше меня… То есть уедешь куда-то в другое место, там тоже есть в этом потребность. И еще в другом месте… А там уже достаточно, вот там уже забито, потому что туристов очень много. На самом деле, хорошего, качественного контента всегда очень мало. Ну, согласен с вами. У тебя его заберут. Даже в Якутске, если ты что-то интересное снимешь, там, или там вот этот Чучур Муран глазами, допустим, алтается. У тебя его заберут, он будет востребован. Ты его раскидаешь по телеграм-каналам, там по всем. Правда, нечего ставить. Я пошел зарабатывать, все, спасибо. У тебя уже пара появилась сегодня у нас. Коллеги, спасибо вам большое за интересный вопрос. И хотела поблагодарить наших менторов, которые сегодня пришли, уделили нам время. Спасибо вам большое и хорошего вечера. До свидания. Спасибо.